Виналька Виналька Межкультурная коммуникация Меня зовут Анна, я из Финляндии Живу во Франции уже 6 лет Я изучаю русский язык и межкультурную коммуникацию Почему вы решили изучать именно русский язык? На самом деле я влюбилась в Россию когда мне было 10 лет После лицея я сразу хотела изучать русский язык Чтобы подробнее знать русскую цивилизацию организацию, историю, литературу и так далее. Это довольно смешно, потому что когда я еще жила в Финляндии, моя мама всегда хотела, чтобы я изучала русский язык, потому что в Финляндии очень нужны русскоговорящие люди, а там их очень мало. Только когда я приехала во Францию, я заинтересовалась русским языком и русской культурой. У меня еще вопрос к вам, я хотела узнать. А, Милина, у меня тоже к вам вопрос. Зачем вы изучаете русский язык? Когда я была в литературе, я изучала японский язык, и я решила продолжать учебу японского языка в Инальке. Но мне казалось очень скучно изучать только один язык, поэтому я решила добавить еще один русский язык. Почему вы решили учиться в Инальке, а не в Сорбонне, например? Потому что Сорбонне очень известны, и там тоже русский преподают. Для меня в Инальке является самым профессиональным институтом русского языка. Больше всего в Инальке мне нравится то, что здесь очень много людей из разных культур. Я считаю, что в Инальке все занятия очень интересные. И тоже у нас очень большой выбор занятий. Например, я на магистратуре выбрала занятия по сибирских культурах. Благодаря Инальке у меня была возможность и честь учиться в КФУ, это Казанский федеральный университет. У вас есть какие-то планы на будущее? Я хотела бы работать в посольстве или в министерстве в отношениях между Россией и Францией в сфере коммуникации. Я бы хотела работать в области коммуникации, и чтобы это было связано с русским языком и с другими языками, которыми я владею. Я хотела попробовать себе в качестве преподавателя. Может быть, сначала в России или в Украине, а потом, возможно, во Франции. Дорогие друзья, мы хотим подчеркнуть тот факт, что если ваши студенты хотят к нам приезжать на стажировку, мы их ждем с нетерпением. Это очень сложный язык. Это очень сложный язык. Ну, короче, ждем.